Я сегодня хочу посвятить эфир предстоящим парламентским выборам. Вчера в чате активист ДВК и асинхронно на YouTube-канале и в Facebook транслировался наш прямой эфир, который я ввел с Жанной Ботто в чате активист ДВК в Telegram. Мы обсуждали повестку, аналогичную, которую я сейчас планирую озвучить. Это предстоящие парламентские выборы. И, конечно, многим политическим неподготовленным не очень понятно, почему я делал очень жесткие оценки тех или иных событий, тех или иных людей. Почему и для чего. Дело в том, что в ближайшее время, если не до конца ноября, то в ближайшие несколько месяцев власть, безусловно, объявит о проведении досрочных парламентских выборов. Как вы помните, когда Назарбаев в марте этого года ушел в отставку, чуть позже были объявлены досрочные президентские выборы. И тогда мы понимали, что очередной раз эти выборы будут фальсифицированы итоги выборов, что кандидаты будут подставные. Ну, собственно, это не является большой новостью или открытием. Все выборы проходили по этому сценарию. Единственные выборы были в 1998-1999 году, когда был допущен кандидат от оппозиции Серик Болсон-Абдильдин, но, правда, не был допущен кандидат Акижан-Кожигель. Ну и вторые были выборы 2005 года, когда был допущен к выборам Жермахан-Туебаев как единый кандидат от оппозиции. Но на самом деле эти выборы тоже были фальшивые, были нападения, похищали людей. Там одну девочку похитили, она пропала и убили. И, одним словом, мы все прекрасно знаем, что за 30 лет правления страной Нурсултаном Назарбаевым никогда честных выборов не было. И при нем, и при его последователях, как Тукаев, не будет. Это очевидно. Поэтому, собственно, это простое знание, знание истории, знание политической системы позволяет не только мне, но и всем сделать этот вывод. Казалось бы. Но, тем не менее, когда приблизительно в апреле, где-то за чуть больше месяца до начала проведения дня выборов появился Амиржан Хосанов, у него нашла сразу масса последователей, которые сказали, «Да, Амиржан, мы тебе верим, мы за тебя будем голосовать». И разные провокаторы и подставные лица, изображающие оппозиционных деятелей, начали поддерживать Амиржана Хосанова. Я думаю, многие из вас помнят, когда я сразу сказал, что Назарбаев выбрал себе куклу подставную в лице Хосанова. Ну, что тут началось? Начали меня закидывать камнями, начали говорить, что я, оказывается, пытаюсь монополизировать оппозиционное движение политическое против режима. Первым таким, скажем, человеком, который озвучивал эту постоянную позицию, это был Сергей Дуванов, который все время говорит, что Мухтар Аблязов хочет монополизировать оппозиционное поле. По этому поводу я очень просто отвечал, что монополизировать может только власть и сам лично Назарбаев, потому что в его руках репрессивный аппарат, полиция, комитет национальной безопасности, возможность оказать давление на тех людей, которые занимаются или хотят заниматься политической деятельностью, их увольняют с работы, сажают в тюрьмы. И, по сути, такими репрессивными методами власть получает монополию. Монополию на то, чтобы партии были только провластные, как Нур-Атан или другие какие-то. Я по этому поводу много раз выступал и показывал, что все партии, которые существуют, они все провластные, все Назарбаевские. И он действительно создал монополию. Но монополию в оппозиционной деятельности создать невозможно, потому что главной силой в оппозиционной деятельности является правда, умение организовывать процессы, политические программы и все. Собственно, это может сделать любая организация, любой человек. И это невозможно монополизировать, потому что в наших руках нет такой силы, как у Назарбаева. Мы никого не преследуем, мы не сажаем в тюрьмы. То есть у нас нет возможности монополизировать. И, собственно, это нам и не нужно, потому что мы в своих программах заявляли, что необходимо построить демократическое государство. Когда в борьбе за парламентские места будут биться самые различные партии, мы объявили, что после смены режима во власти будут полгода работать временные правительства и за это время будут проведены честные парламентские выборы. И любой может зарегистрировать партию. В этой партии может быть вообще три человека. Не тысячи, не сорок тысяч, как сейчас, или было больше. Мы говорили, любая партия. Собственно, для того, чтобы состоялись честные, свободные выборы, необходимо создать условия. Условия для таких свободных, честных выборов. А в нынешней ситуации этих условий нет. И власть, по сути, мочит любого, кто забегает на это поле без их разрешения. Поэтому, когда Сергей Дуванов заявлял, что я хочу монополизировать, это была просто риторика выгодной власти. Почему я, скажу так, стал очень внимательно наблюдать за Сергеем Дувановым и обратил внимание, что человек изменился. Дуванов 2015 года, такой был ярый, последовательный противник власти. И Дуванов 2018 или 2019, это не тот Дуванов. К сожалению, вот такие события происходят. Почему это можно отдельно обсуждать? Я думаю, вы все прекрасно понимаете или догадываясь, почему это происходит. Так вот, когда объявили президентские выборы, мне, как человеку опытному в политике, и не только мне, многим было достаточно сделать простой вывод. А как Кусанов собрался быть кандидатом в президенты, если власть никогда никого не допускает в число конкурентов? Там всегда подставные кандидаты. Вы помните, Мелси Люсизов заявил, что он кандидат, пошел на выборы, при этом не зная казахского государственного языка свободно. Сдал экзамен, а там было множество людей, которые свободно владели казахским языком, но их не допустили. Кто-то пострадал, якобы не показал 100 тенге по налогам, кто-то еще что-то. То есть, в принципе, этот режим имеет много инструментов не допустить тебя в кандидаты. А тут для Кусанова какая-то организация появилась, Султан Тахдера, по-моему, где Дос Кушим, организатор. Потом они его выдвигают кандидаты. И самое смешное, что власть регистрирует. И он буквально за несколько дней собирает несколько сот тысяч подписей. Я человек, который собирал подписи, организовывал несколько раз или множество раз оппозиционные партии, знаю, как трудно собирать подписи. За три дня ни 100, ни 200 тысяч не соберешь. А если даже соберешь, для этого должна быть инфраструктура по всей стране. Специальные пункты, сотни людей должны собирать эти подписи. Все это транслируется по современным коммуникациям, связи, по телефонам. Люди дают интервью, говорят, что мы поддерживаем. А тут в три дня раз, и подписи собраны. Несколько сот тысяч. Но даже без этих подписей было ясно, что власть допускает число кандидатов только тех, которым она доверяет, как-то договорилась. Поэтому, конечно, я мгновенно среагировал и объявил, что Хасанов вступил в сговор с властью, что это кукла власти. В принципе, это можно было понять сразу, только зная, что все президентские выборы фальшивы. Но я же еще, помимо всего, длительное время знал, кто такой Хасанов. Это не тот человек, который себя позиционировал оппозиционером, да, он участвовал в каких-то политических процессах. Один раз даже на 10 или 15 суток был посажен. Да, он ко мне приезжал как-то в Лондон в 2010 году, просил деньги. А потом, когда я сказал, что я готов финансировать только те, кто реально борется, а не говорит какие-то размытые фразы, непонятно, ты в оппозиции, не в оппозиции. Когда мы с ним договорились, что будем двигаться по конкретным программам, и я его отправил к Владимиру Козлову, чтобы Козлов ему объяснил. В то время Козлов возглавлял партию ОЛГА, незарегистрированную. И вот пару приходов к нему, когда он понял, что надо выходить жесткими лозунгами, организовывать, выступать лично против Назарбаева, Косанов пропал. Когда я у Козлова спросил, где Косанов, он же просил финансирование. Ответ был очень простой, что Косанов уехал на Сыкуль, запил, или, как говорится, попросту говоря, забухал. С тех пор Косанова я не видел. То есть, понимаете, я Косанова просто, помимо всего прочего, лично знал, поэтому я мог выводы делать по разным своим соображениям, почему он является куклой власти. Это человек, который все время изображал, что он противник власти, критиковал министров или каких-то около Назарбаева людей, но никогда ничего не говорил против лично Назарбаева. Или если так говорил, так расплыв, так размыто, на фоне острых фраз, что все его слова не были восприняты другими. Собственно, никогда он не был серьезным оппозиционером. Поэтому я, конечно, четко сказал, но что тут началось? Начали возмущаться. Ну, как же? Он же 20 лет был в оппозиции. И он вспоминал, где его там закрыли на 15 суток, ему двери замуровали, что он был в той партии, что он был в этой партии. Кстати, что же сейчас делает Мамай? Притом я же не ставил под сомнение, что это было. Я просто сказал, на данный момент Кусанов кукла режима. Он исполняет политический заказ. Он обманывает, потому что мы все знаем, итоги выборов фальсифицируются. Центральная избирательная комиссия во главе с родственником Нурсултана Назарбаева, Береком и Машевым, подписывает любые бюллетени в пользу действующей власти, в пользу Нурсултана Назарбаева. Это вам всем известно. Когда прошли выборы, вы видели, как шли вбросы в бюллетени, но никого из учителей, кто в этом участвовал, власть не наказала. Вы видели, что так называемые контролеры за выборами подавали в суды, но в суды все проигнорировали. То есть это дополнительно еще раз подтвердилось, что власть не проведет и не проводила никогда честные выборы. И вот представьте, что Кусанов, который якобы был 20 лет в оппозиции, вдруг попадает в пул претендентов. То есть фактически что сделали? Сделали партнера Тукаева, чтобы его легитимизировать. Якобы был кандидат от оппозиции, а все остальные кандидаты были для видимости и показали якобы яростную борьбу. Кусанов куда-то ездил в Булаево, где живет там несколько тысяч человек, вот так по краям ездил и не агитировал в таких крупных центрах, где большое количество избирателей, Алматы, Шимкент, крупные города. Он где-то там по селам мотался, типа, а это же тоже нужно, как он говорил, произносил какие-то фразы, ни разу не сказал, только выходи на дебаты. Не вызвал его на дебаты, хотя должен был. Сказал, что он культурный человек. Мен, наденет, хазапун деды. Что за культурный кандидат в президенты, который не хочет разгромить своего оппонента. то есть, все дни этого выбора, он четко показывал, что он подставной. И, к сожалению, миллионы человек были обмануты им, они верили, нападали на меня и говорили, что ты мешаешь, ты не единственный оппозиционер. А кто говорил, что я единственный оппозиционер? Я просто его разоблачил и показал, что выборы нашей стране не могут быть честными при этой власти, что единственный способ добиться успеха это смена режима, это организация массовых митингов, на акции протеста нужно выводить десятки тысяч. Это единственный механизм смены режима. Больше нет, не получится никак, чтобы кто-то бросил бюллетень в урну и все поменялось. Этого не будет. И все те, кто призывает пойти на выбор, они просто собирают вот эту энергию народа, они их обманывают. Потом люди убеждаются, что оказывается за Тукаева или еще кого-то Ставлинка Назарбаева проголосовало большинство. Они говорят, о, наш народ не созрел, они вот рабы, они такие-сякие, начинают поливать, теряют силы, теряют уверенность в своих силах, многие уезжают из нашей страны. Это цель таких людей, цель власти показать, что вы ничего не можете сделать. Вы действительно ничего не можете сделать, если пойдете на фальшивый выбор, если вы будете в них участвовать. И таких, как Хасанов, это ярко продемонстрировали. Теперь, 9 июня, в день, когда состоялись выборы, еще центральная избирательная комиссия не огласила итоги выборов, Хасанов заранее объявляет, что я проиграл, я поздравляю Тукаева. И тут миллион избирателей сжигает его фотографию, проклинает и все прочее. Я думаю, что на этом примере многие просто поняли, что верить этой власть нельзя, на выборах победить нельзя, но Хасанов сказал, что он пойдет еще на парламентские выборы. И его друзья, типа Ярмурат Абапи, после того, как прошли президентские выборы, начали активно заниматься партийным строительством. Ярмурат Абапи назначили председателем партии ОСДП, он сказал, что мы пойдем на парламентские выборы, мы победим, мы сразу сказали, это проект Хасанов-2, на выборах никто не победит. Теперь эта партия, там какой-то конфликт, Бапи выбрасывает, и при этом до этого Бапи заявляет, что он планировал организовать съезд и назначит председателем предательской партии ОСДП кого? Да, правильно, Мамая. Что за партия ОСДП? Это партия власти. Кто назначает председателем партии власть? Кто поставил сначала туда Бапи и намеревался поставить Мамая власть? Потому что они собственники этой партии, потому что ни одна партия зарегистрированная в нашей стране не является независимой, они все под пятой власти. Итак, если мы понимаем, что выборы не дадут никакого результата, если мы понимаем, что только массовые митинги могут добиться перемен, в результате массовых митингов добиться смены режима, то спрашивается, зачем идти заявлять, создавать партии, которые власть не регистрирует, или если регистрирует, то это провластные партии. Так вот, давайте мы теперь вернемся к Мамаю. Выходит Мамай, Сергей Дуванов из Америки на компьютере заявляется, Джукеев Тулиген, бывший вице-премьер, приакижане Кожигельны, посол, и реально это по сути дело игрок власти. Он выполняет такую роль, такую же роль, как в свое время Байменов, который разваливал партию Акжол, был вброшен Назарбаевым, изнутри проводил деструктивную деятельность. Он утащил печать партии Акжол, и всех остальных, которые каким-то образом позиционировали себя как противника режима, они были выброшены из этой партии. Так вот, Жукеев вместе с Мамайем появляется на пресс-конференции. Я человек опытный, знаю, безусловно, Мамая, знаю лично хорошо Тургену Жукееву, знаю хорошо Дуванова. Для тех, кто не опытен, конечно, наверное, нужно пояснить, почему эти ребята являются по сути агентами и проводниками власти, как бы они красиво себя не разрисовывали, как в свое время Хусанов. Есть простой принцип, если вы не разбираетесь политикой, вы знаете одно, через выборы никаких результатов добиться невозможно. Спрашивается, если это так, если вы это понимаете, вы знаете, что Центральная избирательная комиссия все фальсифицирует, Министерство юстиции не будет регистрировать партии, которые являются независимыми, а тут собирается группа людей и заявляет, мы пойдем на регистрацию партии, но при этом они говорят, мы хотим участвовать в выборах и все прочее. На минуточку, в выборах можно участвовать, если партия зарегистрирована, если партия не зарегистрирована, такая партия не может участвовать в выборах. Вот Мамай ссылается на партию ОЛГА, что ОЛГА в таком статусе функционировала. Да, это было партия ОЛГА в июле 2005 года, ОЛГА ДВК на начале была, потом ДВК заставили убрать, как экстремистской организации, в закон несли поправки, слово ДВК уже экстремистское и ты не можешь его использовать. Окей, ОЛГА. И вот 7 лет она находилась в стадии регистрации, перерегистрации. ОЛГА собирала 80 и более тысяч голосов, сдавала Миньюз и в соответствии с законом в это время все органы управления, комитеты и все прочее по регионам имели право функционировать. Я вам скажу, я полностью финансировал организацию деятельности партии, координировал ее, поэтому я прекрасно знаю, что значит существовать в таком виде. Это гигантские расходы. Гигантские расходы, которые мог я себе позволить, я ее тайно финансировал, на нее уходило сотни тысяч долларов в месяц. В месяц. У МАМА есть сотни тысяч долларов, чтобы такая партия функционировала? Такие деньги есть только у власти или у провластных бизнесменов. Поэтому, когда он говорит, что мы будем как партия ОЛГА функционировать, вопрос, а зачем? Если ты собираешься идти на выборы, а на выборы можно идти только тогда, когда партия зарегистрирована. ну и такую инфраструктуру, как комитеты в регионах существовать, с филиалами, статусе не зарегистрирован. Каждый раз собирать десятки тысяч голосов, на которые тоже требуются серьезные ресурсы, но он не сможет его содержать, у него нет таких средств. Такие средства может дать только власть, потому что бизнес не даст. Если бизнес даст деньги на такую оппозиционную деятельность, такой бизнес будет разорен. Вы все прекрасно знаете, что делают с бизнесменом, если они начинают финансировать оппозиционную партию. Тогда возникает вопрос, а для чего им партия, которую они заранее знают, что будет не зарегистрирована, знают, что ее содержать невозможно, при этом просто ссылаются на партию Алга, которая получала к меня финансирование по нескольких сот тысяч долларов в месяц, не считая газет, не считая других информационных ресурсов, как мамань собирается функционировать. Ясно, что никак. Поэтому вся эта затея по созданию партии уже бессмысленна, если идти в логике, если ты понимаешь, чего ты хочешь добиться. А если человек нарушает эту логику, при том, там внутри находятся достаточно опытные люди, такие как Сергей Дуванов, тот же самый Жукеев, Туллиген, который был в партии Азад, Навзажел и так далее, они все знают, какой объем финансирования требуется на поддержание даже незарегистрированных состояний, где должны быть десятки тысяч членов партии, филиалы по всей стране. Зачем это делать? Делать бессмысленно на работу, тем более знать заранее, что ты проиграешь, потому что центральная избирательная комиссия просто при подсчете голосов покажешь, что ты вообще ничего не набрал, даже если такую партию зарегистрировать. Понимаете? Теперь, если люди делают бессмысленные действия, то нужно понять, почему они делают. Ответ очень простой, потому что такие партии начала регистрировать группа, так называемая Оян Казахстан, они сейчас визжат, говорят, вот этот лысый, такой-сякой, мою сторону камни кидает, он нас поливает без доказательств, мне не нужны никакие доказательств, и вам не нужны, нужно судить по действиям. Человек, который подал заявку на митинг по закону, на организацию митинга, власть же говорит, подавайте заявки на митинг и участвуйте. Якобы Ильяшев 36 раз подавал, ему дали около кинотеатра Сарарка провести митинг. 36 раз. А почему его в течение 36 раз не сажали на 15 суток? Почему? А почему этого человека, который подал аналогичную заявку, закрыли на 15 суток? И вот представьте себе, эта группа говорит, что мы будем создавать партию, чтобы заниматься политической деятельностью. При этом этот говорит Мамай, который находится в системе пробации, которому мы дали три года условно, из которых он семь месяцев в тюрьме сидел. Понимаете, вам, который не знает детали всего этого, вам, наверное, сложно, но, когда вы знаете принцип, что партии не зарегистрируют, что партия только зарегистрированная может участвовать в выборах в парламент, а они заявляют, мы будем участвовать в выборах, мы победим на выборах, мы победим Нур-Атан, они лгут. Вот вам очень просто можно определить, кто такой Мамай и все те люди, которые заявляют о том, что создадут партию. Они лгуны, они работают на власть, они пытаются также легитимизировать будущие выборы. Сейчас создадут Оян, Казахстан объединяется партию республика. Притом, обратите внимание, в своем интервью Касамжимар Такаев говорит Евроньюсу, что вот есть конструктивная оппозиция, молодые ребята, Оян, Казахстан спалил их. Эти ребята ходят по улицам центральным, поют песни, собираются, выходят шествие, их никто не трогает. Тут человек стоял на пикете 13 суток, а 14 его задержали. Или подал заявку, его раз арестовали на 15 суток. А Оян, Казахстан, нате вам, пожалуйста, их везде упоминает. И соловей режима Иртезбаев говорит, Иртезбаев говорит, Ото, Ян, хорошие ребята, пожалуйста, двигайтесь. Неужели непонятно, что механизмов определения, кто провластный, кто не провластный, достаточно, чтобы сделать простые выводы. Нам не нужно смотреть их переписку, нам не нужно, чтобы услышать разговор председателя КНБ Масимова с ними, чтобы доказать, что эти люди, группа людей, а не прямо представители власти. Точнее, вам не нужно. А я, как опытный политик, конечно, получаю еще из других каналов информацию многократно, которая мне позволяет мгновенно определить, даже до того момента, как они еще объявят о создании партии, я уже заранее знаю. Эти люди просто являются агентами власти. Вчера, когда я выставил в прямом эфире, сегодня Мамай разразился ответом мой адрес. Также, параллельно, такой же ответ был со стороны Ермека Нарымбаева, это шестерка власти агента КНБ, который все время топил за Косанова. И вот, обратите внимание, Мамай дает свое интервью кому? Ермеку Нарымбаеву, агенту КНБ, который топил за Косанова. Почему он дает интервью Ермеку Нарымбаеву, агенту КНБ, который топил за Косанова, при этом заявляет, я против Косанова. Мамай, где он был, когда были президентские выборы, почему он не сказал, что это сговор с властью, а начал говорить потом, чуть-чуть, тихо, шепотом, и сейчас Ингей Мамбаев скидывает, что он где-то один раз что-то написал. Дело в том, что я очень хорошо знаю многих участников этого процесса лично. Я вчера выразил своё огромное сожаление по Сергею Дуванову, который был ярым противник режима, который чётко мыслил, этого человека невозможно обмануть, невозможно вести заблуждение. И если этот человек, который говорил, что он участвует только в тех партиях, которые он сам лично создаёт или создал, это он недавно говорил в интервью, вдруг он тут появляется, вы должны понимать, что, к сожалению, Сергей Дуванов уже не тот. Почему он это делает и так далее, там причин множество, семья, маленькие дети, там и всё прочее, их можно тысячу привести, но вы должны чётко знать, что это не тот человек уже, к сожалению. Даже когда я ему давал интервью в предвыборный период президента, человек, который сказал «Всё, я Касанова не поддерживаю», всё время меня провоцировал и в конце интервью даже сказал, что якобы я стукач, я настучал на Касанова. Это человек, который якобы не поддерживает Касанова, начал на меня нападать и говорить, что оказывается я стукач, настучал на Касанова. А в чём суть была? А в том, что в Таразе человек написал, что он неправильно и незаконно был зарегистрирован кандидатом от этой компании Дос Кушима общественной организации, он написал заявление в прокуратуру, я его просто у себя в сети выставил на фейсбуке и оказывается я ещё и стукач. Представьте, я сказал «Дуванов», который якобы против Касанова. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что человек, который вчера был противником режима, он сегодня заигрывается властью. Почему, понятно? Ну, признаков следующих тоже очень много. Тулиген Жукеев это такой же человек, как Байменов, который был брошен в Нагасахжол, потом Базат и всё прочее. И он всё время выполнял роль спасителя, так называемого, Жамбулат Мамая. Когда в 11-м году он попал вместе с Булатом Натабаем на 10 суток в тюрьму в Ахтау, его вытаскивал Тулиген Жукеев. И этот Тулиген Жукеев вместе с ним сейчас является организатором партии ДПК. Сегодня я видел видео Мамая, где он патетически говорит, что Мухтар Аблязов вот перечеркнул мою оппозиционную деятельность. Он говорит те же самые слова, что говорил и Касанов. Касанов говорил, у меня 20 лет за плечами оппозиции, я был в той партии, и Мухтар всё это уничтожает. Ну, те же самые слова говорит. Историю никто не перечеркивает, Жамбулат. Я говорю по факту. Человек, который попал по три года условно, семь месяцев отсидел, притом попал на основе заявления Жексылык-Жерембетова. Жексылык-Жерембетов был первым заместительным председателем правления БТА-банка. Его выкоррали в Турции, куда он залетел случайно. Привезли в Астану, и он там начал давать свидетельские показания, и в том числе против Жамбулат Мамай. Это он сказал, что якобы Жамбулат Мамай получил от меня финансирование более 100 тысяч долларов на поддержку газет Трибуна. И вот представьте себе, Жамбулат Мамай был осужден по заявлению Жерембетова, который власти хотели использовать, чтобы он давал показания против меня. И вот они с ним в процессе суда друг друга демонстрили лояльные отношения. После суда он с ним где-то ходил, обнимался. Это, я думаю, что те люди, которые знают Мамая и знают Жексилы Жерембета, их видели в городе, и что он к нему никаких претензий не имеет. Этот человек дал против него показания, он ни претензий не имеет, и также продолжает дружить. Представьте себе, да, как такое может быть? Я знаю, что Денис Кривошеев, это человек Карима Масимова, тоже был участником, чтобы убедить Мамая вести себя правильно, что он получит минимальный срок, я только ждал, когда, что называется, Мамая расчехлят. Я его никогда не критиковал, не трогал, при том, в том, что было решение суда, которое запрещает ему заниматься журналистской деятельностью. И вот этот молодой человек снимал документальный фильм, летал в Украину, это в условиях запрета занятия журналистской деятельностью. Потом приезжает Казахстан, этот фильм показывает в наших кинотеатрах вопреки запрету заниматься журналистской деятельностью. Потом в какой-то момент они типа запрещают, где-то в других местах уже прекратили показывать. Но вы сами помните, наверное, этот период, недавно был весной, презентация, широкое освещение были показаны, спрашивается, где были пробационные силы, никто его не трогал. он выступает вместе с Сергеем Дувановым в политоне, клуб, его тоже не трогает, но только на какой-то раз ему сделали первое предупреждение. Таких признаков множество. И вот Мамай начинает извращать собственно мое выступление, говоря, что Мухтар Аблязов сказал, перечеркнул всю его оппозиционную деятельность, мои эфиры в открытом доступе стоят, послушайте, что я сказал. Ничего этого не было. Мамай интересную вещь сказал. Я сейчас хочу очень подробно все это разъяснить, это останется в записи, чтобы каждый из тех, кого я упомянул, могли посмотреть, послушать и убедиться, соответствуют ли сказанные мной слова и сказанные этими людьми. Вчера Мамай говорит, ну как мог Мухтар покритиковать Распека Сарсимбаев, он же брат Сарсимбаева, который убил режим. Он как бы оказывается нанес оскорбление духу Алтымбека Сарсимбаева. Молодой человек. Оказывается я нанес оскорбление духу Алтымбека Сарсимбаева, да? Или в памяти, скажем так, по смыслу перевести. Я вам хочу напомнить, Жамблад, тебе, что вот такой есть Хайрат Раскулбеков, который считается героем 1986 года, героем событий 1986 года. Заслуженно, безусловно. Есть у него брат, такой Талгат Раскулбеков, такой отмороженный типок, награждаемым режимом, который является тетушка режима, угрожает, преследует людей, его власть использует, чтобы запугивать, я не знаю, там, кто-то его называет ваххабитом и так далее, это не имеет никакого значения. Но что это полный отморозок, это факт. И на фейсбуке, в ютюбе стоит массовое выступление, которое показывает это полное ничтожество и отморозок. Ты как предлагаешь, Жамбулат, если его брат Хайрат Раскулбеков герой, а если его брат Талгат является отморозком власти, значит, мы тоже его должны осветить и героизировать. Ты это хочешь сказать? Нет, Жамбулат, так не бывает. Возвращаясь к Распеку Сарсимбаеву, я его не оскорблял, не говорил, что он агент власти. Я сказал следующее. Дело в том, что был организован Хрултай очередной, недавно был в августе, потом до этого был еще весной, а в июне, по-моему, и вот они очередной свой Хрултай организовали. И Распек Сарсимбаев сказал такую фразу, что не надо критиковать тех, кто создает партии, чем больше партий, тем лучше. Я сказал следующее, что, судя по всему, Распек хороший журналист, казахоязычный, но все его слова, это говорит о его политической безграмотности и низкой политических знаниях. Как можно говорить, что нам надо поддерживать создание партии, зная, что каждая партия, которая создается, это создается руками власти, зная, что ни одна партия не может быть зарегистрирована, пока это не решит власть, и все партии, которые проходят регистрацию, они провластные. Что получается, Распек приветствует создание провластных партий, мы должны хлопать в ладоши, что всякие подставные партии создаются, и должны приветствовать, радоваться, что больше стало партии каких провластных, проназарбаевских, это мы должны говорить. Поэтому такого рода призывы, это по сути играть на руку власти, вот что я сказал, а не его обвинял, что он является на стороне власти. Мамай, да, Мамай четко, этот человек играет на стороне власти, Дуванов играет на стороне власти, я сказал, к моему большому сожалению, среди этой группы людей, это был единственный человек, которому я испытывал серьезное уважение. Историю не перечеркнуть, я не могу забыть историю, которая была сильная у Дуванова, я за это его уважаю, но за то, что он сейчас участвует в этих обманных действиях, я с большим сожалением констатирую, этот человек играет на стороне власти. Поэтому, Жамбулат, тебе нужно просто ясно изложить свою позицию, если ты хочешь бороться против режима «дверь открытый», против этого режима можно бороться только организацией открытых митингов, открытых протестов, партии власть не регистрирует, и ты это знаешь, если ты это делаешь сознательно, то ты просто играешь на стороне власти. Это настолько очевидно. Теперь я хочу объяснить тем людям, которые не понимают, для чего делать власть. Скоро будут объявлены выборы. если на выборах президента нужны были подставные кандидаты, чтобы они говорили «вот, там, голосуй за меня», все прочее, таким образом создать искусственную конкуренцию, при выборах парламент нужно то же самое сделать. Нагнать большое количество разных партий, сымитировать конкуренцию, показать, что вот есть противник режима, и потом с блестящим результатом побеждает партия Нур-Атан. Вот что им нужно. Если на выборах 9 июня спарринг-партнер Косанова выбрали, типа у него был багаж оппозиционный, теперь спарринг-партнером на парламентских выборах власть решила выбрать и назначить Мамая. Будут разные партии, республика, там, я не знаю, еще какие-то партии будут бегать, и будет Нур-Атан главный, и тут будет бегать партия от оппозиции. Так же типа Косанов 2. Да, у него же есть история, его осудили на 3 года условно, 7 месяцев он отсидел в тюрьме, да, он был оппозиционным журналистом, и вот, пожалуйста, это Косанов 2. Это настолько очевидно, настолько очевидно, я уж не говоря о том, что я просто знаю, что из себя представляет Мамай, которого дали 3 года условно, зажали, и он должен был сыграть свою игру. И вот он начал эту игру вести. Я вчера упомянул Жовтиса, я, кстати, тоже не говорил, они все врут, когда говорят, что я, оказывается, там оплевал Жовтис. Нет, я сказал, что Бюро по правам человека, возглавляемое Жовтиса, это правозащитная организация, и она очень осторожная, она балансирует с властью, потому что, если эта правозащитная организация сделает неосторожное движение с точки зрения власти, то ее деятельность будет свернута. Поэтому Евгений Жовтис очень аккуратный, вы знаете, он 3 года сидел в тюрьме, и вот представьте себе, что ДПК партии вдруг Дуванов, который работает в этой правозащитной организации, заявляет о создании партии Инга Имамбай, жена Мамая, тоже работает в бюро Жовтиса, тоже активный участник этого процесса, ездит по регионам, участвует, заявляет и все прочее. Затем пресс-конференция проводится где? В бюро Жовтиса, которое очень осторожное, политически очень точное, что называется кошачьей походкой, очень аккуратно двигается, чтобы это бюро не было закрыто, и тут открыто два представителя этого бюро является учредителем партии ДПК. Вы понимаете, что такого не бывает и не может быть. Предоставляется помещение, они рядом сидят, за спиной там написано бюро по правам человека. Ребята, вы кого хотите обмануть? Ясно, что и Жовти сбалансирует с властью, его структурах работали прямо провластные люди, как Жемс Турмагамбетова. Почему? Потому что если он ей не дал бы эту возможность, то его прижали бы, прикрутили бы, закрыли бы и не дали бы возможность заниматься правозащитной деятельностью. Что называется, зубами скрипит Жовтиз, и там какие-то провластные агенты работают, его инфраструктура или сотрудничают. Я вам говорю, реальные дня, если он так бы не делал, он бы, наверное, не сохранился. И вот, собственно, два человека от бюро Жовтиза присутствуют на пресс-конференции предоставленные помещения Бюро Жовтиза. Это вот я, то, что я говорил. И вчера, кстати говоря, я говорил по поводу событий 86 декабря, не случайно я Харатру Студбеку упомянул, когда в чате кто-то написал, что вы недооцениваете участника 86 года, благодаря им произошел развал Советского Союза, я сказал такие слова. Ребята, не надо искусственно героизировать людей, которые к этим событиям не имеют никакого отношения. Советский Союз распался не потому, что в 86 году молодежь вышла на улицы и поэтому Советский Союз распался. Не надо искусственно героизировать, искусственных батыров создавать. В нашей жизни их и так предостаточно. Тех людей, которые сейчас власть пытается посадить в тюрьму, сегодня шли процессы над тремя женщинами и одни мужчиной. И сколько людей у нас власть посадило в тюрьму, это настоящие герои. И их дела, их заслуги, они вот перед нами. Не надо искусственно героизировать там, где они в этом событии никакого отношения не принимали, имеется ввиду развала Советского Союза. Не нужно придумывать искусственных героев или батыров, которые 200-300 лет были, которые просто вы воспринимаете, слушаете по легендам. Единственное требование, которое было в 1986 году, это было требование, чтобы во главе республики стоял казах. Это мы все прекрасно знаем. Я сказал, что мы знаем, что эта молодежь была репрессирована. Эта молодежь в тот момент проиграла. Мы, безусловно, их считаем героями, но они проиграли. Я сказал следующие слова. если мы хотим победить, мы должны иметь программу, мы должны иметь сильную организацию, мы должны реально победить, а не героизировать, придумывать искусственных героев по тем событиям, которым они никакого отношения к этому не имели. И сегодня Ермек Нарымбай начинает придумывать, вырывать из контекста слова, говорить, что вот я так сказал, Ледок сказал, как собственно и Мамай. Обратите внимание, один агент КНБ, человек, который топил за Косанова, другой якобы не топил, дает ему интервью, они оба синхронно двигаются и начинают озвучивать какие-то слова, начинают придумывать, что якобы я из-за фотографии сказал, что он Косанов проект 2. Нет, Жабулат, не поэтому. И ты прекрасно знаешь, почему. Прекрасно знаешь. И ты когда вспоминаешь события 11-го года и все прочее, ты прекрасно знаешь, что это я тебя отправлял вместе с другими от Народного фронта, Жан-Озень, мы с тобой разговаривали и так далее. Это невозможно перечеркнуть. И ты прекрасно знаешь, что до какой-то момент испугался. Я это принял. Да, молодой парень, 23 года было, испугался. Я тебя отодвинул, сказал, хорошо. Я это же никогда не рассказывал, Жабулат. Ты прекрасно знаешь. Я могу много что рассказать из того периода. Не надо я знаю, в какой момент ты отошел в сторону. Бывает, не все имеют высокий уровень сопротивления. Поэтому, уважаемые друзья, моя цель не монополизировать оппозиционную деятельность. Моя цель объединить людей, объединить тех, кто действительно готов бороться против режима. А что же получается? Они создают искусственные партии, берут ваше настроение, раскидывают его по разным партиям, дробят, не дают возможности объединиться в кулак. Неважно, в один, два, но в кулак. Они вводят вас в заблуждение. Говорят, мы пойдем на выборы, потом заранее знают, что их не зарегистрируют. Говорят, что мы будем участвовать на выборах, прекрасно знают, что на выборах имеют право участвовать только зарегистрированные партии. И прекрасно знают, что власть регистрирует только провластных людей. Только провластных людей. Поэтому все эти действия этих людей, они не имеют никакого смысла. Абсолютно. Если не зарегистрируют, тогда спрашивается, зачем имитировать эти действия, если вы заранее знаете, что вас не зарегистрируют. Вы знаете, что вы на выборах парламент не можете участвовать. Тогда зачем это делать? Вы знаете, чтобы создать инфраструктуру региональную и находиться как бы в статус регистрации, требуется десятки, сотни тысяч долларов. У вас этих денег нет, если вы действительно противники режима. А если вам дадут бизнесмены, вы прекрасно знаете, что это бизнесмены от власти. Значит, вы опять с властью? Кого вы хотите обмануть? Цель власти раздробить протест, растащить их по разным партиям, не давать возможность всем собраться в кулак, организовать массовые митинги и таким образом удерживать власть, продолжать, как-то власть удерживала все 30 лет. Они сейчас перешли на более гибкие способы, не просто запрет, а пожалуйста, вот УАЯН Казахстан объявил 9 ноября митинг в Алматы. И тут ДВК запрещает, всем запрещает, и всех собирают те, кто против режима в УАЯН. И таким образом начинают управлять через УАЯН Казахстан, манипулировать. Вы же когда пойдете в партию Мамая, а это партия противник режима, вы же сдаете удостоверение, вас всех переписывают, соответственно Комитет национальной безопасности знает своих противников лицо, и знает с кем им работать, знает кого задерживать перед началом митинга, вот что будет с вами. Поэтому я до последнего момента внимательно наблюдал за Мамаем, за Дувановым, за Тулегеном Жукеевым, и посчитал своим долгом именно вчера объявить что это агенты власти, как бы они себя не рисовали, что они были противником режима, это агенты власти, которые работают с властью, как вчера делал Хосанов, показывал видео, как он стоял на митингах, выступал на акциях, что он 15 суток сидел и так далее, потом раз все слил, и вы всей страной плевались, все плевались, и так будет с Мамаем, и сейчас я вижу нападки еще раз, моя цель разоблачить таких деятелей, и я не всех еще критиковал, потому что кто-то другие еще создают партии, я за ними тоже внимательно наблюдаю, но не для того, чтобы уничтожить так называемых потенциальных конкурентов, нет, здесь конкуренции не может быть, мы пытаемся объединить все протестные силы, пусть они будут хоть 100 партий, но если у нас цель и задач совпадает, а именно смена этого воровского режима, мы готовы объединиться, к сожалению, сейчас таких сил нет, потому что власть не дает, потому что такие силы власть уничтожает, вы все это прекрасно знаете, поэтому уважаемые друзья, еще раз я хочу напомнить, для тех, кто хочет детали, Мамай дружил с Жексилыком Жерембетовым, который находится под контролем КНБ, Жексилык Жерембетов дал показания против него, дал показания против Тулигена Жукеева, и обратите внимание, они, Мамай и Жексилык Жерембетов поддерживают дружеские отношения, и внимание, Тулиген Жукеев тоже попал под показания Жексилык Жерембетова, но Тулигену Жукеева почему-то не закрыли ни на полгода, ни на месяц в тюрьму. Почему? Потому что это агент режима. Я вам таких признаков могу много дать, но вы для себя не должны в такие детали погружаться, вам нужно знать одну простую вещь. Выборы не имеют никакого смысла, потому что они фальсифицируют, партии не регистрируются, если кто-то создает партии и говорит, что я пойду участвовать в выборах и выборы мы победим, не верьте ему, потому что это ложь, вы знаете, что выборы все фальсифицируются. Откройте глаза, становитесь грамотными, не обманывайтесь, когда вы говорите на не верьте ему, пусть он с утра до вечера говорит на казахском языке, как Назарбаев, он 30 лет говорит, и что? Ваша жизнь от этого изменилась? Слушайте тех, кто говорит правду, кто своими действиями доказывает каждый раз эту правду, не заигрывает с режимом, а действует. Я на сегодня свой эфир завершаю, я буду на эту тему еще раз говорить, потому что выборная гонка будет объявлена очень скоро и буду разоблачать и показывать, подлавливать их, чтобы в конце концов наш народ стал грамотным и в конце концов мы объединились, все вместе, не были раздроблены на фиктивной эти партии, мы объединились, неважно под какими разными силами, движениями, но мы объединились с одной единственной целью, смену этого политического режима и строительство демократического государства и привлечение к ответственности этого мафиозного режима Нусултана Назарбаева и всех тех, кто помогает, мы должны разоблачать, потому что они нас ослабляют, они нас запутывают, они нас у вас уводят вправо, влево, ставят перед нами какие-то призрачные цели, вызывают чувство разочарования и так наш народ слабеет, и так мы проигрываем. До скорой встречи в новом эфире. Слава Вонзор.